Всем привет! Это новый выпуск проекта «Лица волейбола». И мы находимся в городе Наниве, и Санкт-Петербург, как всегда, встречает нас абсолютно непредсказуемой погодой. Но нас это точно не остановит, ведь наш сегодняшний гость – человек, на которого равняются миллионы любителей волейбола. И не просто волейбола, а пляжного волейбола. Нашим сегодняшним героем станет серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников. Готовьтесь, мы начинаем. Слав, привет! Привет! Хочу тебя поздравить с началом сезона. Чемпионат России стартовал, мы сейчас пишем интервью, когда первый тур сыгран. Поэтому три коротких вопроса. Как прошли сборы и как вообще вошли в сезон? Это первые два, третий будет отдельно. Ой, да. Первый этап уже прошел. Есть эмоции положительные и также негативные. Подготовка, как обычно, у нас начиналась со сборной. В Анапе три месяца мы просидели. Мы начинали свою подготовку, как обычно. Это функционалка, сила. И дальше мы уже должны быть взрывными и быстрыми. Три месяца мы подготавливались в Олеграде, в крытом центре. Потом уехали в Дубай. В Дубай две недели. И после Дубая уехали в Катар. Немножко удалось ребятам Олегу и Илье поспарринговаться с иностранцами. Вы не играли? Мы не спарринговались. Мы просто уделяли много рутинной работе, потому что у меня новый напарник. Это Владислав Фрэнсон. Далее мы вернулись в Россию. Опять уехали в Анапу, в крытый центр. Только привыкнули к воздуху и вернулись опять в крытый центр. И опять мы улетели в Турцию на сборы. Опять на воздух. И где этап первый мы играли? Укрытый в Архангельске. Крытый в Архангельске. Кайф. Так, вернулись. Мечи. Валад появился. Ах, третий вопрос сразу опередил. Появились мечи, Валад. Вы не тренировались ими вообще абсолютно? Вообще, потому что их только перед соревнованиями. То есть прямо в Архангельск ты приезжаешь, и это первое касание с Валадом? Нет, за пару дней до вылета. Получилось попробовать. Да, ребята из Зенита Питерского дали попробовать. Попробовали. Поняли, что будет... Все по-другому. Интересненько в Архангельске. Классно крытый центр. Да, достаточно тепло отзывался. Отличная атмосфера. Классные люди. Много кто поддерживал. И в самом крытом центре, и в соцсетях. То есть, несмотря на результат. Но с Антоном мы не тренировались, так как мы готовились все время с Владиславом. Но немножко опережу события. Владислав будет играть «Игры Брикс» до 2000 года играется. Поэтому решили, тренер сборной принял решение совместно со мной, что ребят поставим вместе, пусть наигрываются 3-4 этапа, и тогда уже они будут готовы отыграть, нежели они отыграют один этап, и потом станут с нуля. Ну, то есть, после Брикса он к тебе возвращается? Да, после Брикса мы уже начинаем. С Калининграда, по-моему. Поэтому мы с Антоном оттренировались 2-3 тренировки. Сыграться, естественно, не получилось нормально. Плюс новый мяч. То есть, ты ко всему привыкаешь. Плюс с воздуха ты возвращаешься опять в крытый центр. Опять все по-другому. Опять другая работа. Какие задачи ты ставишь с Антоном на эти туры, которые ты пройдешь вместе? Потому что понятно, что, наверное, идеальный волейбол в ближайшие пару туров сложно показать. Или, я ошибаюсь, все-таки коннект возможен за короткий промежуток? Это тонкий момент в пляжном волейболе. Коннект возможен, но себе я ставлю задачи, там, век живи, век учись, как говорится. Я очень такой эмоциональный, взрывной игрок. И иногда моя злость, что для меня просто, для Антона или для Владислава, это сложно. Может быть. И ты это не воспринимаешь. И мне это тяжело с этим смириться. И я борюсь, я пытаюсь игрой помочь, пытаюсь подавить эмоции. И пытаюсь как-то найти нужные слова. Где-то подбодрить и где-то, наоборот, вставить. Где-то, наоборот, немножко успокоить. Вот это все борешься, но я учусь гасить вот эти эмоции. Потому что они все равно, хочешь не хочешь, мешают. Любому спортсмену. Слав, сейчас хочется обсудить тему, без которой вообще сложно представить наш разговор. Это детство, как все началось. Я, знаешь, с какой стороны хочу на нее зайти. Тебя тренировал дедушка. Ты твой первый тренер. Насколько вообще сложно, когда твой близкий человек занимается твоим тренировством? Потому что многие говорят, что это еще хуже, чем сторонний человек. Потому что другая ответственность. Да нет, у меня дедушка такой лояльный человек. Он хотел, чтобы я понял, что это за вид спорта, что это. И потому что я всегда футбол, турники, теннис большой, маленький. Ну, стандартно детское вот это вот. Конечно, да. Распылялся, и он мне хотел показать, наверное, с другой стороны. Что, блин, круто. Он мне показывал, там на сборы приезжали в милинджи классические команды. И он мне показывал, смотри, как работает, смотри, какие мужики здоровы. Ты же вырастешь, будешь таким кабаном, все, будешь прыгать. Ставил мне тумбу, я прыгал, мы с ним по набережной бегали. Ну, нет, у меня дедушка не строгий человек, на самом деле. И подход его, в принципе, хороший был ко мне. Как ему удалось вот тебя выцепить вот из этой детской истории, вот именно в волейбол, да, как так получилось? Потому что ты сам говоришь, у тебя было увлечение тьма, да, и, ну, как обычный ребенок, хочу везде, да, попробовать. И вот как ему удалось тебя именно перетащить в волейбол? Ты не знаю, это, наверное, как-то это... Само собой? В крови, что на каком-то у меня же отец, он тоже волейболист. Конечно, и как-то, не знаю, вот он мне показал, как, что, и мне дальше все интереснее и интереснее. А потом меня в спортшколу уже там в 7 лет позвали. Я в спортшколе сразу капитаном стал и чувствовал какое-то, опять же, превосходство. Потом в старшем возрасте ездил, выступал, и все. Чем дальше, тем страшнее. Дедушка тебе сказал вот эту знаменитую фразу, про которую ты много говоришь, что, да, ты классный игрок, ты в классике классно себя проявишь, да, то есть он уже тогда это увидел. Что он тебе сказал, давай, чтобы это не за моих уст было? Ну, это в подростковом возрасте было, я там метался, летом пляжка. Он мне сказал, слушай, ты, говорит, классный игрок в классике, блин, понимаешь игру, все. Ты можешь быть здесь хорошим, но таких, как ты, и очень много. А в пляжном волейболе ты можешь добиться высот, которые не всем даны, даже близко. Поэтому мой совет, он сказал, мой совет тебе, что в пляжном волейболе ты можешь добиться намного больше результатов, попасть в сборную, мечтать, ставить цели. Слушай, ну неужели вот прям вот он тебе сказал, ты такой, окей, ты уже играешь в вышки аутерс-команда. Да нет, ну ты же живешь с этой мыслью. Ты тренируешься зимой, у тебя все получается, классика, все круто, поездки. И я чувствовал, что с каждым годом я становлюсь взрослее, крепно, да, мой подростковый организм уже все равно в мужской превращается. И я чувствую себя все лучше, лучше в пляжном волейболе. И мне хочется быть и защитником, и нападающим. И понимаю, что от меня тут больше зависит. Тут ты напарник. Ты можешь психологически напарника вытащить из такой ямы, или психологически включить психологию, внушить напарнику, что он просто бог. Либо своими действиями можешь показать напарнику, что, блин, чувак, мы их сейчас убьем. Как вот с Олегом мы вышли в финал Чемпионата мира. Я говорю, Олеш, вот смотри, мы в номере. Побрились, поменяли кепки, нашивки, реклама, все сделали. Я говорю, мы станем сегодня Чемпионом мира. Сегодня наш день. Мы проведем первую партию. Олежа такой. Я говорю, Олеш, мы сейчас выиграем вторую партию. Третью? Ну, 100% наш. Без вариантов. И мы выиграем вторую партию. И третью, что бы ни происходило, я все равно знал, что мы выиграем. Это как на Олимпиаде у нас было. У меня было ощущение, что, блин, я не уеду отсюда без медали. Нету даже мысли, что я уеду без медали. Есть минимальная планка, и я знаю, что это минимум финал. То есть для меня было так. Не было, вот мы проигрываем испанцам что-то до середины. Не было ощущения, что мы сейчас проиграем. Я знал, что мы сейчас будем навязывать свое. Добавим там-то, там-то. А если эта мысль есть, как в Рио на Олимпиаде, страшная мысль, в полуфинале с итальянцами. Выиграем первую партию, сижу и потерял концентрацию. Подумал о чем-то другом. О регалиях. Все. Хана. Играйте в четвертое место. И это страшно. Нельзя терять концентрацию. Нельзя думать ни о чем. И вот ты в этот момент, когда перешел в пляжку, ты хоть раз, хоть на столичку думал или жалел об этом? Блин, безумно люблю классику. Безумно хочется. Серьезно? Тоже поиграть? Так. Я обожаю. Мы играем 4 на 4, я там просто... Бомба. Там задействованы, застыковываешься по-другому с мячом. Разбег, все по-другому. Командная больше игра. Вот эта энергетика тоже есть командная. Кайф. Вопрос, который интересует всех непопулярных людей. Тяжело быть популярным. А кто вам сказал, что я популярный? Ой, ой, все! Нет, ну давайте, среди моей аудитории, да, я популярный. Ну давай мы спросим, вот тяжело ли вот среди твоей аудитории. Да нет, ну приятно, все здорово, все классно. Но я не такой человек. Я иногда забываю, что я вообще, там, Вячеслав Красильников, что я добился таких успехов. Наверное, потому что концентрируясь на работе, на разных вещах. Я простой человек, просто который делает лучше свое дело, чем остальные. Наверное, так правильно сказать. Смотри, вообще вот эта история, просто я, ну, мы честны перед нашей аудиторией. Мы долго договаривались с тобой на интервью, мы полтора месяца не могли стыковаться. Но не потому, что там просто не получалось, что у тебя-то у меня, но ты, как бы, был открыт и готов. Конечно, конечно. Вообще, насколько тебе сложно даются автограф-сессии, фото-сессии, вот эти интервью и так далее? Сильно ли это изматывает вот профессионального спортсмена такого уровня, как ты? Я думаю, что медиаработа должна быть у спортсмена всегда. И он должен уметь как работать на площадке, так работать вне. Ну что, мы одни такие, посмотрите, сколько рекламных контрактов у теннисистов, у футболистов тренируются, работают люди, все хорошо. Возможно, где-то ты устаешь. Но если, я так скажу, если компетентные люди в своем деле, хороший подход, нет никакой сложности. Вот мы с тобой сейчас в этой передаче, в этой программе спокойно, расслабленно общаемся. Просто болтаемся, да? Делимся с аудиторией. Все легко и просто, потому что ты компетентный, потому что ты уже столько интервью взял у многих легендарных людей нашей страны. И все круто, я кайфую. Это самое главное. И вот мы знаем, что многие крутые спортсмены могут себе позволить, ну, ввиду занятости, плохого настроения, могут не сфотографироваться. Ну, например, ты никогда. Никогда не откажу. В любой ситуации, где бы тебя ни... Никогда не откажу. Вот ты будешь в ресторане ужинать, и ты сфотографируешься. Никогда не откажу. Я даже могу, если меня там где-нибудь в крытом центре или где-то на тренировке попросят сыграть. Обычный человек любит, я с ним сыграю. Это очень круто. Если я сделаю его день счастливым каким-то, да, то я сыграю, нет проблем. Конечно, я не буду там умирать 2-3 часа. Да, я понимаю. Ну, партейку зайти, там, если Вячеслав, это моя мечта, или я очень хочу-то... Пожалуйста, я зайду сыграюсь, у меня есть время. Никогда не откажу. Я очень уважаю болельщиков, я очень, ну, блин-то, я людей уважаю, которые, ну, ценят мою работу и которых я вдохновляю. Это офигенно, слава. На этом мы блог закончим. Сейчас хочется затронуть тему, которая, наверное, перевернула твою жизнь до и после. Это 2008 год, когда ты рассказывал про тяжелую аварию, которая произошла с тобой, но до этого хочу, знаешь, какой вопрос тебе задать. Ты говорил, что у тебя такое детство было, что, ну, захотел это, получил, захотел это, получил, да? Можно ли описать твое детство вот этим, раньше, знаешь, у молодежи было слово, вот это мажор, когда вот типа, когда типа вот все на лайте, все круто, все получается, все летит, или все-таки нет? Почему вот так происходило, что вот настолько лайтово тебе было вначале? Не было так на самом деле. Так. Если берем прям детство, потом подростковые какие-то, да, моменты. Детство это все-таки все равно, у нас суровые условия были. 90-е, 2000-е, это суровые условия, мы жили в однокомнатной квартире, я, отец и младший брат. Что у меня было, это радость, либо день рождения, это мячик, либо кроссовки. Новый год, это вкусные подарки и так далее. То есть не было такого. Роскоши какой-то в тот момент, о ней не говорим, да. Хотя у меня там бабушка в то свое время, главный бухгалтер ЖКХ была, она там домик у моря, у нее все хорошо. Когда бабушка приезжала, это был праздник. Вот тогда я мог там попросить там. Было-было то время, когда ты просил 10 рублей пойти 40 минут на компьютеры. Ну да, легендарное время. Да, 40 минут, 10 рублей, помню. То есть 2,50 проезд, я тоже моменты помню. То есть не было такого вау, что я вот захотел, все, меня балуют. Такого не было. Простое детство, где мы на улице играли, турники, навесной, волейбол. Ну, обычное детство в те времена. Подростковый возраст пошел. Да, чуть лучше стали условия. Родителям, благодаря же это все у нас. Ну понятно. Не я же это все заработал. Нет, естественно, я это понимаю. Ну и как бы мне дано играть. Меня заметили, припозвали в Краснодар. А я такой выбираю, может мне поехать в сборную на сборы, а может мне поехать на чемпионат мира. Вроде и все получается, а вроде я раздолбай. В общем, такое время, что ты тренируешься, вся дозволенность такая у тебя. Выбора много. Выбора много. Выбора много. Хотя там я до какого-то возраста, меня там в 9 спать там все, ты же спортсмен. Потом так получилось, что я там, родители уехали, уехали за город жить. Я у бабушки в городе, и нам больше дозволено. Прогул в школу, то есть бабушка жила на 10 этаже. Я спускался на 9, утром родители приезжали, все там кушали, завтракали, и потом все вместе уезжали на работу. А я типа раньше в школу ходил. Я так на 9 спускался, слушал, как они уезжают. Я обратно. Кто-то что-то забыл, а я расколю. Ага, так. Такие смеселые моменты, короче, были. Ну, что, хулиганил машины, машину там дедушкину там украл, пока он там уехал куда-то. Так, это все очень плохо, если вдруг. То есть во дворе прокатиться. Покатался что-то. Там стояла, короче, такая история стояла уже лет 10, красная какая-то, фиат старая. А там же Д, вот какая-то была автомат. И я, короче, припарковался, встает на тормозе. И забыл, что я, короче, на Д. Ключ на скорость. На Д. Я такой отпускаю. Здорово. Короче, у меня паника. Я смотрю, так. Так, лет нам сколько примерно, я понимаю, что... Я не помню уже. Ну, типа. Ну, 15-16. Что-то такое. И я, короче, капец, что делать. Я смотрю, откуда так с той стороны сидит, пойдет. Я развернул машину другой стороной, чтобы он не увидел. В итоге они думали, что, короче, возле где-то администрации его ударили. Короче, мне это... Ну, в итоге мы сейчас чуть с улыбок, да, переходим вот к этой достаточно страшной ситуации, которая в 2008 году произошла. Вот это баловство, собственно, довело до тяжелейшей ситуации, которая могла поставить крест, наверное, не громко сказано будет, не то, что на спорте, а в целом на Криславе Красильникове. Да, понятно, что много уже было сказано по этому поводу, насчет того, как там, да, все поменялось в этот момент. Но все-таки, вот когда все это произошло, а вот эта авария, 16 лет, ты за рулем, твоя машина была? Или вы с пацанами? Сейчас я расскажу. В 13 лет я уже научился ездить на машине, общался со старшими ребятами. У них уже были, как бы, свои машины. Ну, и по поселку меня мама учила водить, отец учил. И мы съезжали с дороги, поселочная дорога, и я все время на десятки, наверное, еще. Короче, ну, умел машину надеть. А в итоге мы скинулись с ребятами и купили белую копеечку. Когда чувак нам продавал ее, мы такие сели, ну, прокатиться, мы ему деньги отдали. У него паника, то, что мы вообще свалили уже. Ай, ну что, купили эту машину, я не помню, какой июль, там, седьмой, не помню. Ну, и все, катались. И какой день ТПС или день ГАИ? Летом вот. Короче, не было никого. И мы поехали по серпатинам кататься, типа, дрифтить на копеечке. На лысо-резинке, вообще, сказка песня. Ну, вообще, в принципе, дрифтить на серпатине даже звучит изначально. Классная идея. Ну, просто там адербивка, там мало машин, всегда мало. Ну, и мы там раз, дрифтим, два, три, в одну сторону. Поехали еще. Поехали. В другую. Я, когда ехали в ту сторону, легкий-легкий дождик пошел. И, короче, мы начинаем раз, два, дрифтим, что-то там пытаемся закидывать жопу. И за поворотом я вижу свет. Я понимаю, что, а ты когда дрифтишь, у тебя должна морда торчать, кусок морды, чтобы жопу... На встречке. Да, я вижу свет. Я раз, аккуратно, вправо. И потом, когда обратно влево начинаешь уходить, машина проезжает, влево уходить, я касаюсь обочины, щебень, и все, она там уже не управляема. Неконтролируемая. И ты просто на всей скорости в обрыв вниз и метров пять, наверное, вниз обрыв. Ну, и деревья, деревья, и там речка внизу. Ну, вот, большое дерево моей стороной вытащили меня через лобовое стекло. Ребята, знакомые, друзья приехали, отвезли в больницу. Ну, такая не очень хорошая история. В больницу мама в шоке, все в шоке. Я весь переломанный, поломанный, контузия левого легкого, там разбитая голова, переломанный, там ключица. Короче, я помню, когда меня привезли... Привезли в операционную, и они пока готовились, все, одного меня остали, а я дышу, у меня хруста эти всякие, мне плохо. И я уже начал их прям просить, пожалуйста, усыпите меня, что-нибудь сделайте, чтобы это... Ну, и все, оп, уже очнулся. А мне надо было ехать на чемпионат Европы по старшему возрасту. Я открываю глаза, тут все, трубка, разговаривать будешь, я, да, вытащили мне эту трубку, ну, вентиляционную, там. Я открываю, тут железки, тут это, тут все болит, тут это, тут замотаны, тут перемотаны, и все. Что я пережил, что я пережил, это дало мне мозги. И я бы не пожелал врагу, наверное, ту боль, которую я пережил. Зато мне теперь ничего не страшно. Ты идешь с улыбкой в больницу. Чего, резать что-то так? Давайте. Погнали уже. Можно, можно на живую. Уже, уже хуже не будет. Ну, то есть, то, какую боль я испытал, то есть, я никому не посоветовал, даже врагу своему. То есть, не самое лучшее время. Но, слышал такую историю, это правда так было, что вот именно в больнице когда-то находился, у тебя в палате был телевизор, и ты видел там... Да, мотивация моя. Серьезно? Моя не мотивация, мечта осталась. Слушай, ну, это, это магия какая-то. Да, это вот, ну, это, наверное... Если Бог хотел, чтобы я погиб в той аварии, я бы погиб в той аварии. Для чего-то я нужен в этом мире. И вот начертано мне было играть в волейбол. У меня это очень хорошо получается. Мне все подряд говорили, хватит херой заниматься. Каждый тренер мне. Иди тренируйся, скотиняка там, ленивая. А когда ленивый человек, грубо говоря, ему другие интересы нужны, но у него все получается. У нас много талантов, которые могут не тренироваться, но выйдут и обыграют тех людей, которые пашут, работают. Вот ты лежишь, что ты видел там? Я видел... в Китае играли ребята, Олимпийские игры были. Увидел эмоции, вот эти трибуны. Я же никогда такого не видел. И я даже не знал, что в пляжном волейболе такое может быть. И просто у меня появилась мечта попасть туда. Просто попасть туда на Олимпийские игры. Тут это, наверное, первая моя мечта, которая со спортивной стороны пошла, меня вдохновила. Лежа, беспомощный, переломанный, и ты... Я хочу попасть туда. Что мне для этого надо? То есть мальчик, который там день назад, грубо говоря, выбирает, но я хочу туда поехать, поеду, сборную, не сборную, здесь получает цель, которая по факту всю жизнь свою идет потом. Да, это... Но ты когда лежишь все-таки в больнице, ты переосмысливаешь многое. Ко мне друзья приходили, я улыбался с ними, все нормально. Но они уходили у меня. Я шапку летом одевал, у меня волосы отросли, я как бы срисенчу. Шапку одевал и ждал это время, визуализировал, когда я уже выйду и пойду опять волейбол играть. Насколько долго длилась реабилитация вообще? Насколько долго ты восстанавливался, чтобы коснуться мяча? Просто был ряд операций. Плечо, тазовые кости, надлом лепестков у меня был, ставили аппарат Элизарова с болтами. То есть плечо то же самое. Плечо у меня... У меня разрыв всех связок был. Ключица вылетела, разорвала все связки. Мне их сшивали, вставляли штифт. То есть потом что? Заживает все, все срослось. Этот штифт надо вытащить, и опять наркоз операции. Отец сделал там ручку, чтобы я мог вставать. С тазовым, как ты будешь вставать? Ты не можешь, все время помощь. Вот эти какие-то внутренние твои, вот это унижение какое-то. Ты туда не хочешь больше попадать. Прошла одна операция, реабилитация. Операция, реабилитация. Потом в Краснодаре конечная операция. Прошла, ну где-то, я не знаю, полгода, шесть месяцев. Вот это все. Потом я еду в университет, в Краснодар. Иду в университетскую тренировку. Такой, сейчас я дам по мячу. Соскучился. И я так понимаю, помню, прям как сейчас бью по мячу. А он у меня просто там на три метра. И я просто за плечо. Мне как будто нож вставили. Я, е-мое, все. И мысли уже нехорошие пошли. Что делать? И нашли дядьку-целителя, инвалид, на коляске. Ну, с какой-то энергетикой сумасшедшей. Не знаю, он жив, не жив. У него дома куча аппаратов СССРовских каких-то. Сделал мне оберег, там, все. Десять сеансов. У него десять сеансов на этих аппаратах. С ним там он со мной какие-то порчи сводил. Не знаю. Я по сей день не знаю проблем с плечом. Не знаю. Я знаю, что у меня могут быть только мышечные какие-то. Но связочные или что-то. Ни разу не было, что у меня плечо не поднимается. Или такая боль, как тогда. Ну, то есть я не ошибусь и скажу, что где-то вот этот момент до твоего возвращения, там, месяцев 9-10 точно занял. Тяжелейшая боль, да? Во-первых, даже операция. Опять, сложно представить даже, да, что ты испытал. Но я не поверю, что вот ты там, да, 16 лет, ты увидел, появилась мечта, но все-таки, когда эта боль невероятная, когда это психологически тяжело. Неужели вот за эти 9 месяцев Слава Красильник в себе ни разу сказал, Слав, давай, наверное, дальше без влеб-болу. Не-не-не-не. Серьезно. Это моя жизнь. Это даже в то время, в то я осознавал, что я не смогу без волейбола. Я всегда чувствовал какой-то там, что я могу добавить. Чувствовал какое-то превосходство в игре. И всегда, когда выходя на площадку, я чувствовал этот азарт. Знаешь, на какой себе мысль сейчас поймал, мы про Олимпиаду обязательно еще поговорим сегодня, и про твою мечту на Олимпиаде, которая еще есть, да. Провел сейчас в голове, слушая твою историю, провел такой параллель Сергеевич Тетюхин, у которого была просто невероятная мечта Олимпиада. У него была страшная авария, где ему сказали, ты не будешь ходить, и он своим трудом смог себя перебороть, и он получил заветное Олимпийское золото. Слава, я просто сейчас поймал себя на мысли, что все должно получиться. Сергей Тетюхин мне сказал, за год до Олимпиады играли в финал Чемпионата России, и он смотрел. Потом у нас было открытие вот этой набережной Славы Теноши, и он с медалью, все фоткается, я смотрю, я там Чемпион мира, уже все, ну это же мечта, это цель, это не мечта уже, это цель была. Он говорит, а ну все это, расслабься, подожди год, и у тебя такая будет. Вот, это его слова. Офигеть. И вот его история, похоже с моей, через большой труд, очень большой труд. И я пахал, я переехал в Питер, тут скрытым центром рядом снял квартиру. Вот тренировался с кем угодно. Лишь бы тренироваться? Лишь бы тренироваться. Нанял тренера по функционалке и в тренажерный зал. Первая моя тренировка, я сижу, меня вот так трясет, я, блин, думаю, еще одна такая, две тренировки, я погибну просто, я реально сидел, меня вот так трясло. Но потом ты работаешь, 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 и все, ты живешь этим. И вот этот труд, эта работа, ты потом выходишь на соревнования, ты понимаешь. Ё-моё, как минимум я просто количество всех перебил. То есть для меня все, игра легко. То есть физически я не дышу, мне хорошо. Играть-то у меня уже все, как у робота. Чик-чик-чик, любая ситуация. И все круто, все классно. И вот так мой труд перешел именно вот с мечты в цели. По статистике, ты со своими партнерами, у тебя за всю карьеру порядка 10 партнеров было на площадке, ни с кем не сыграл, там даже 50 матчей. С чем можно это связывать? Почему у тебя такая смена партнеров? Это как-то может отражаться на твоем характере, то, что ты говоришь, я такой взрывной? Или это просто вот какие-то внешние моменты? Вот объясни о них, потому что партнер, это настолько важно, ты вроде только привык, и хоп, меняется. За счет чего это происходит? Да нет, ну, есть люди, кто играет 10 лет в месяц. Но они, как правило, очень... Какой-то взрыв происходит, потом уже не растут, стоит на месте. Ну вот я тебя перебью, извини. Я вот пример хотел привести. Ты видел интервью, которое мы делали с Надей Макрогузовой, да? И она сказала, тоже была смена-смена партнеров. И вот в какой-то момент, когда они с Ветой сыграли, получилась вот эта химия какая-то, своя магия, и все. Вот этого не было или в чем нет? Так почему нет? Ну, давай начнем с того, что с каждым партнером я показал результат. Это правда. То есть, если бы не было результата, то о чем мы говорим? Так поэтому удивительнее. Хорошо. Есть одна химия, мы отказываемся. Получается, вторая химия, мы отказываемся. Вот так? Я у тебя и спрашиваю, почему так происходит. Ну, есть химия есть? Там много разных факторов, да? Очень много разных факторов. Это видение сборной тренера, видение федерации, наше видение. Мы тоже понимаем, вот наш предел, надо расходиться. Также есть передача опыта, более молодой, опытный партнер. То есть, за счет всех этих факторов мы растем, мы растем. Новый партнер, новые эмоции, ты растешь в других каких-то качествах. То есть, где-то делишься, где-то передаешь, наоборот. То есть, и это взаимная такая связь идет. Где-то просто химия, откайфовали, там классно. Но никаких там супер-вау результатов не будет. Но зато мы кайфовали вместе играть, дружили, общались. Все было классно. Кто-то не общается с друг другом, но показывает результат. Да, он тоже про это говорил, что чуть ли не разными самолетами люди летают. Не живут вместе, но показывают результат. У тебя сейчас молодой партнер. Это твой нацеленный выбор, чтобы вот именно чуть-чуть передавать? Потому что, ну, проще же всегда взять напарника, который тоже будет топового уровня. И давай мы сейчас там по чемпионату России проедемся катком. Или это опять тоже, ты говоришь, видение тренеров и так далее? Сейчас время такое. И надо принимать. Все мы не вечные. Нам нужны классные блокирующие. Пока у нас есть сильнейший спортсмен в стране. Это Олег Стайновский. Есть хороший классный игрок. Это Илья Лешуков. Хороший защитник. Но пока на данный момент доминирует Олег. Физически, технически. То есть он молодец. Он растет. Это сейчас пик его. Поэтому нам надо где-то искать новые кадры. Надо привлекать. Надо, чтобы они смотрели на Олега в его лучших кондициях. Защитники также смотрели, грубо говоря, на меня, на Илюху. И тоже стремились к этому. То есть сейчас мы закрыты. И самое время развивать наш вид спорта. Передавать опыт. И делать качественный резерв. Конечно, чтобы люди вместо нас... Мы все не вечные. И я это понимаю прекрасно. Если раньше я мог сказать, я буду играть, пока нахрен меня не унесут спорта. Сейчас я так не скажу. Главное здоровье. Как только здоровье закончится, мы будем уже заниматься чем-то другим. Пока есть здоровье, надо делиться с молодежью. Пока есть такая ситуация в стране, надо делиться с молодежью. Максимально. Это мое мнение. Раньше Вячеслава Красильникова увидели на этап чемпионата России. Но был подарок судьбы. Это практически невозможно. Один-два раза. Максимально. Кубок. Сейчас в свете всех обстоятельств мы понимаем, что все играют чемпионат России. Тебе часто можно увидеть. Ты мало очень туров пропускаешь. Слава Красильникова выиграющий. Чемпионат мира. Серебро Олимпиады. Где ты ищешь вот этот заряд в себе, эту мотивацию, эти силы, чтобы выходить и играть с пацанами, которые... Мы, да, говорим, что есть хорошие спортсмены, но есть те, которые делают первые шаги, и ты выходишь играть с ними. У каждого своя мотивация. Вот я и хочу узнать твоего. У каждого своя мотивация. Кто-то ищет в деньгах, кто-то ищет в целях. У меня есть... Вот я уже поделился и сказал, что единственная цель – это развитие своего вида спорта, передача своего опыта. То есть я за эти два года уже увидел, как чемпионат России вырос. И я увидел, как он вырос не только с нашей помощью, да, передача опыта, да, и люди играют лучше, потому что все на нас уходят, как на последний бой, и показывают лучшие свои игры. Я увидел, как выросли мы, как вид спорта в нашей стране, в организации. Блин, ну этапы крутые получаются. И с каждым годом финансирование все выше и выше, призовые увеличиваются. И это, я думаю, что большой стимул для молодых игроков, потому что в мое время я доказывал делом, результатами. То есть приходил к руководству и просил повысить мне контракт, потому что аргументированно. Ну да, понятно. Я даю результат. Вот результаты, а вы уже принимайте решение, грубо говоря. Поэтому, как мне говорил тренер Вячеслав Владимирович Шнирко, Слав, твои деньги закопаны в песке. Иди ищи. Там нет. Выходи, забирай. Забирай, ага. Вот, два человека против тебя. Тебе надо у них забрать эти деньги. Все, и я шел забирать деньги свои. Тут круто еще мотивация болельщики. Я все время работаю с болельщиками. Я очень-очень-очень дорожу своими искренними фанатами. Их достаточно много. Есть детки, которые вдохновляются мной, которые пишут, поздравляю с днем рождения с плакатами. Ну, блин, если я могу что-то для них сделать, фоткаться, дать эту мотивацию, дать кепку, майку, шорты, не знаю, на пульсник рекламный, что сделает их еще более мотивированы, счастливыми, что подвергнет их идти тренироваться, и еще будет звать за собой своих друзей. Ну, блин, я буду все для этого делать. Это ж круто. Слава, татуировка, если я не ошибаюсь, процитирую, первый среди равных. Да. Как тебе пришла в голову эта идея, потому что, ну, это потрясающе, мне кажется, описывает тебя. Я не ставлю себя выше других, не ставлю выше кого-то. Я просто делаю лучше свое дело, чем равные люди. Вот и все. Ты за первый. Я буду первый, и я буду все делать, чтобы быть первым и оставаться. Ты знаешь, я хочу задать тебе вопрос, который я задаю по сравнению всем своим героям. По мне, это самое классное, поставить вас в тупик. Ну, и заставить напрячься немножко. Слава Красильников. Мы много о нем знаем. В интернете, в интервью, везде. Много про Славу пишут. Можешь, пожалуйста, ты нам рассказать о том, какой Слава Красильников? Опиши его, пожалуйста. Какой Слава Красильников? Очень вспыльчивый, рассудительный, добрый, со своими в голове тараканами, переживаниями. Верный друг, надежный товарищ. Никогда не подставит, не предаст. Хороший спортсмен. А теперь еще один вопросик. Примерно похож, но все-таки. Лучшее качество Вячеслава Красильникова и худшее качество, по твоему мнению, Вячеслава Красильникова. Лучшее качество? Да. Целеустремленный. И худшее качество? Ну, такая передача. Худшее качество мое. Наверное, не пофигист. Вот возьмем так. О, прикольно. Не пофигист. То есть я буду проживать в голове, может, ни с кем не поделюсь, но я буду проживать ту или иную ситуацию, которая для большинства людей в этом мире будет херной. И они просто скажут, да пофиг. А я это буду проживать и пережевывать, и пока не разберу ее там на молекулу. Вот, наверное, худшее, это не пофигист. Надо больше быть пофигистом каких-то легких вопросов. Сейчас, наверное, самый значимый этап твоей карьеры будем обсуждать. Это, наверное, самые громкие победы. Анаслав, когда вы выиграли чемпионат мира, обыграв в финале немцев на их площадке, возникает лишь один вопрос. Там башню не сорвало в этот момент. Вы понимали, что это первая золотая медаль чемпионата мира в истории пляжного волейбола для России? Да, эмоции, эйфория, конечно, безусловно, была. И самые крутые эмоции, это когда ты стоишь, 13 тысяч немцев и играет твой гимн. А там наших там было вот прям болельщиков. 30 человек наших, да. Ну, это самые яркие эмоции, которые никогда в жизни я не забуду. Если я сейчас включу этот матч и последние очков включу перед окончанием игры, у меня опять будут мурашки эти. Это такие события, которые никогда не забываются. Эйфория тоже никогда не забудется. Это круто. Ради этого, наверное, спортсмен и живет, ставит цели. Ну, это история. Каждый спортсмен мечтает оставить след в истории. О нем будут гореть, знать. Ставить пример. Ты понимаешь, что та победа во многом вот с того момента, вот с того золота пошло. Пляжный волейбол стал другим в нашей стране. Да, да, я понимаю. И многие люди сказали, мам, пап, хочу вот, как вот тебе два дяди хочу. Понимаю, конечно. Я тоже, как и у меня в больнице, грубо говоря, хочу. И это здорово. Мы, как спортсмены, со своей стороны, действительно, все, что от нас требуется, это выигрывать. Да, выигрывать, выигрывать, работать с болельщиками, выигрывать, выигрывать. В тот момент мы все делали. Сейчас мы делаем немножко с другой стороны работу свою. Да круто, ну что, ну, мы счастливые люди, еще бы мы не выигрывали. Нас столько вкладывала федерация, столько денег, лучшие места, Канарские острова, спарринг, условия, болельщики поддерживали, руководство, тренерский состав на нас пахал, медицинский, да все, все для нас сделали, все для нас, как мы могли не выиграть. Слав, но была Олимпиада, и я хочу сначала поговорить, ну, про токи все знают, мы обязательно обсудим. Сначала была Олимпиада, которая была до этого. Рио. Это первая твоя Олимпиада. Мечта. Да. То есть вот этот парень, переломанный, зафиксированный, приезжает вот просто в Олимпийскую деревню, я даже с этого хочу сначала. Ты понял, что вот тот парень проделал невероятный путь, его мечта уже сбылась. Блин, ну я вот начал чувствовать, конечно. Это очень круто. Это... 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 Какие улитки в разные стороны, глаза. Все успехи, все новое. Эти звезды. Ты понимаешь, что ты тоже здесь. Значит, ты тоже чего-то стоишь. А там идет какой-нибудь там Джокович, Надальфи Дерер, баскетболист. Это, конечно, тоже такой дух вот этот есть олимпийский все равно. Первая игра. Вот первая игра на Рио. Ох. Да я не такой человек просто. Ну не можешь такого быть. Да один удар все может быть. Но первый удар. Короче, ты выходишь, есть этот, грубо говоря, предмандраж, да, такое вдохновение. Но я туда мечтал попасть, я попал, и ты выходишь. Мы играли в 12 почти ночи. Ты выходишь. Но я повторюсь, я молодым игрокам говорю, пошите, пошите, пошите. Будете сильнее остальных, и одна психология вас не сломает. Если ты сильнее других, работаешь больше, ты себя лучше чувствуешь. А если ты лучше чувствуешь, то ты технически и психологически уже сильнее. Вот я тогда был готов с Костиком физически. Нереально. Вот за счет этого мы попали в четверку. Хотя не было у нас столько опыта, чтобы попадать туда в четверку. Но за счет своей работы, работы федерации, тренера, тренерские, медицинские, мы все были просто как, не знаю, заряженная какая-то пушка. Все, мы туда приехали, да, выстрелили, да, сотворили историю, да, круто, но это огорчение четвертого места, я два месяца не спал. Вот, ты сказал, что вот этот полуфинал когда-то потерял концентрацию, что произошло в тот момент? Ты уже начал думать, как медаль вешаешься? Ну, конечно, ты начал, во-первых, я спал, мне снилась медаль, все время снилась. Там, прям, там, я спал, мне снилась медаль, снилась, и мы выигрываем, мы играем. А ты как, гонишь эту мысль от себя, или? Нет, я наоборот притягиваю медаль. Приснись завтра еще. Не, 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 я вот засыпаю медаль, я хочу, я вот думаю, завтрашний день я уже, вот, завоюю ее. И в полуфинале, вот, что-то сели, выиграли первую партию итальянцев, все получается. Все летит, магия. Финал, а еще Бразилы вышли в финал. А мы до этого на мейджоре выиграли их за третье место. Я точно никак их не, это, пофиг. А прикиньте, как было бы исторически круто. Мы в Бразилии выигрываем бразильцев, а потом в Германии выигрываем немцев. Это же вообще было вау. Но мы обосрали, стали четвертым. Из-за расконцентрации, вот, наверное, и моей тоже. Сейчас вот про момент неприятный поговорим, да, проигранное третье место. Это, наверное, самый худший вообще момент для спортсмена, который может быть, когда ты вот медаль-то рядом, плюс это мечта, плюс это цель, и вот не получается. Как не сломаться в этой ситуации? Это опыт. Ну, то есть, ты прожил, ты прожил, ты прожил. Но зато на следующий год с Никитой Ляминым я на чемпионате мира, проиграв полуфинал, я стал третьим. И меня ничего не пошатнуло. Надо прожить. Без обидных поражений не бывает побед больших. Никогда. Вспомни свои эмоции, как ты проживал этот четвертый месяц? Ужасно проживал. Очень тяжело. Но я не опустил руки. Я пахал еще больше. Я тренировался еще больше. Меня это замотивировало еще больше. Я знал, что я доберусь на следующей Олимпиаде. Это уже не будет мечтой, это будет целью. Вот. Когда вот такие досадные поражения дают тебе пинок под сраку, идти еще больше работать. И работал я, скажу вам, после Олимпиады в Рио в 2016 году, в 2017 год, нереально. И в тот же год мне дали и признали лучшим защитником. Потому что такой объем работы был проведен. С нуля стать с Никитой Ляминым. И стать первым рейтингом, закончить первым рейтингом в мире. Там 4-5 медалей, плюс еще чемпионат мира. Вот. Вот она. Это опыт. Это твоя мотивация. Это такие турниры дают тебе цель дальше. Либо ты сломался. Горишь всем спасибо. Ну было классно. Мечта, кайф. Дальше как пойдет. Либо ты все, я их убью всех. Я заберу эту медаль. Я буду хи***ить. Буду пахать. Буду работать. Спустя 4 года Слава Красильников много отработав. Много сделав выводов и набрас вот этого опыта прошлой Олимпиады приезжает в Токио. 5 лет. 5 лет, да. Ты ехал за золотом туда? Конечно, обязательно. Я у меня цель была золото. Еще раз говорю ехал с мыслью, что ну невозможно нам проиграть кому-то. Вот настолько я себя запрограммировал так. Столько всякого говна произошло у нас. пандемии, травмы, еще что-то. Ну сколько можно? Мы напоминаем, что в этот момент еще у России никогда нет Олимпийской медали. И четвертого тоже не было места. Ну да, мы понимаем, что переписал медали и вот ты приезжаешь проходите группу, проходите плей-офф вы выходите в финал. Ты вот в тот момент понял, что вы уже сделали? Или в этот момент спортсмен понимает, что мы не закончили турнир? Пока медали нету, ты не поймешь. И вот происходит самое интересное. Заканчивается игра, вы вторые. Вы переписали историю, выиграли первую медаль. Для нашей страны это невероятный результат, да и для тебя лично. Это невероятный результат для Олега, для всех абсолютно, для тренерского штаба. Но при этом ты в голове понимаешь, что вы могли больше. Вы вроде все настолько круто сделали для всех, но еще при этом могло быть еще круче. Я хочу понять твое внутреннее состояние. Как эти два момента борются между собой? И кто в итоге победит? Так, если взять, то можно везде лучше. Ну вообще по сути. Ну это правда. В любом. Все время ты себя осуждаешь. Даже если сделал хорошо, ты все время такой можно было поприкольнее, можно было там получше. Ну как, все равно хреново на душе. Хреново и хорошо. Ну то есть ты не понимаешь первые эмоции, расстройство, обида. Потом ты такой в себя приходишь, блин, это вау, круто, мы такого так далеко зашли. Потом опять сидишь, начинаешь думаешь, ну как так, почему, что, где мы дали слабину, где что, мы же их только на турнире до этого убили 2-0, и сейчас мы им проигрываем. Начинаешь это смотреть, становится еще больнее, когда ты все начинаешь это смотреть, анализировать. в итоге абстрагируешься и ты же не способен повлиять на результат. Принимаешь? Принимаешь, но с работой над ошибками. Идешь и пашешь. Все никак по-другому. Ты недавно в интервью сказал такую вещь, что олимпийская золотая медаль по-прежнему является твоей целью. Ты понимаешь, что это в нынешней ситуации очень сложно ввиду того, что мы отстранены от всех международных стартов, но ты сказал, что ни при каких обстоятельствах ты не поедешь на Олимпиаду, если это будет нейтральный статус без своего флага и без команды. Это правда? Да. Я настолько люблю свою страну, своих болельщиков. Ну что, я не мог предать? Ну вот все закрыто, вот такая ситуация, что я не мог предать? Что думают или думаете, что мне не было предложений за границу уехать? Это Сикор в любой момент могу уехать? В любой момент. Ну как я могу уехать? Как я могу бросить своего болельщика, страну, свой любимый вид спорта, для которого я столько сделал? И столько делаю. И столько делаю. И буду делать. Как я могу бросить своих родных и близких? Я люблю свою страну. Это, не знаю, для меня лучшая страна в мире, что бы ни происходило. Ну, не получится, не получится, да, уже будет, грубо говоря, поздно, или здоровье уже не будет позволять. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь людям, которые поедут туда. Если еще будет время, нас допустят, они же все боятся нас, как паралимпийцев наших, как огня, все сделать, лишь бы не участвовали, потому что у нас самые сильные люди в мире. Допустят, я сделаю все, что в моих силах, чтобы завоевать золотую медаль. Никто меня не остановит. Я буду все делать, буду пахать, умирать, буду есть этот песок на утро, на завтрак, обед и ужин. Но сделаю все, чтобы быть как минимум честным перед собой. То есть, я сделал все, что мог. И на этом я могу спокойно уже свою профессиональную карьеру закончить. финальный блок нашей программы, сегодня нашего с тобой разговора. Сейчас мы поговорим о том месте, которое ты, наверное, с одной стороны громко называешь, а с другой стороны так и есть. О твоем детище, это твоя школа. Я, наверное, хочу тебя вначале поблагодарить. Знаешь, за что? Немногие спортсмены в наше время, находясь в спорте, когда, ну давай говорить откровенно, классная жизнь, тренируешься, участвуешь в соревнованиях, борешься там за деньги, получаешь эти деньги и так далее. Понятно, какой труд. Я сейчас не про это. Одна сторона медали. Да, да, да. Я сейчас про другое. И многие вот это ставят превыше. А Слава Красильников бьется, выигрывает деньги, вот так вот берет, ну, как я предполагаю, и вот так вот все туда для того, чтобы, может быть, через несколько лет Слава Красильников сказала, видите, парни, это не Слава Красильников, но он может лучше меня. И это очень круто. Спасибо тебе за это огромное. Спасибо, приятно. И давай поговорим о твоем детище. Тебе, я прям так, когда готовился, так записал себе этот вопрос, тебе неспокойно жилось? Зачем? Вот как? Ну, давайте начнем с того, что мы все не вечны. Это правда. В любой момент. В любой момент. Ну, понимаешь. И все. То есть это раз. Два. Правду говоришь, что дело не только в деньгах. Дело, ну, то есть передача опыта. Угу. И компетентности. Номер один. Очень сложно говорить, но очень много некомпетентности у нас, к сожалению. Старые, старые, допустим, старые закалки, и так далее. Когда я вижу краем глаза, хотя я стараюсь не ходить, не смотреть, это когда старой школы кто-то еще есть. Что они с детьми делают во время игры? Это ужас, но ребенок боится сделать движение. Боится ошибиться, это правда. Это очень, очень, очень страшно. Это раз. Это два. Ребенок играет в примитивный волейбол с кучей ошибок. Хотя выкрики от того же тренера еще хуже, еще неправильнее. Надо жить в ногу со временем и следить за волейболом. Как он развивается. Меняться вместе с ним. Меняться вместе с ним. И так в любой профессии. Если ты остановишься, тебя обгонят. Если ты хочешь быть первым, ты должен бежать впереди парового. И также сейчас хочется делиться своими знаниями с людьми, хочется в дальнейшем есть планы и своя спортшкола, и делиться, растить чемпионов, передавать им свои знания. Потому что где я не возьму тот опыт, который есть у меня? Ну да, нигде. Кто был на моем месте? Никто. Кто был в этом стрессовом состоянии? Никто. Я это все на своей шкуре нес. И знаю, как с талантливым молодым чемпионом вести себя. Знаю, что он будет чувствовать в этот момент. Знаю, как помочь, как я предложу ему эти инструменты помощи. Хочется также с любительским спортом делиться. Потому что любители это наша обратная связь, это спонсоры, это болельщики, это наши любители, это все-таки наша большая аудитория. С ними тоже хочется делиться компетентностью. Поэтому у меня в школе 10 тренеров компетентные со своей историей, кто участвовал в чемпионатах Европы, кто имеет образование спортивное. это неправильно, это неправильно, когда тренируют люди некомпетентные. смотри, ты человек, вот отмотая время назад, когда начинали только интервью, ты говорил, что вот если что-то не по-твоему, у тебя вот все кипит. Да. Когда ты набирал команду? Очень сложно. Я просто, насколько тебе было сложно, потому что, мне кажется, это просто для ребят, для тренеров это было вообще очень жорко. Я в жизни другой. Ага. То есть на площадке я один человек, в жизни просто, в обычной жизни я другой, а на работе я третий. То есть я умею подстраиваться, я чувствую людей. И самое главное, когда набирал команду, самое важное, для меня это человечность. Да, я набираю команду, да, я готов, если это человек, который хочет научиться, я готов за его ошибки платить. Готов. Что я и делал первый год, второй год. Я платил каждой ошибкой 100, 200, 300. Мы команда, мы идем. Мы в следующий раз не сделаем эти ошибки. Все. И так сформировалась команда темкрасильников, где у нас есть директор, руководитель, бухгалтер, 2-3 человека отдела маркетинга, отдел продаж, 2-3 человека. Ну, у тебя же очень большая машина работает. тренерский состав, главный тренер, стратегические сессии делаем. Каждый вторник у нас совещания большие. То есть, ставим планы, цели, и потихоньку, потихоньку мы идем, 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 идем. Если мы говорим про Вячеслава Красильникова в начале вот этой школы, мог ли в тот момент, да, ты максималист, да, ты всегда, есть первое место, остальное все, но мог ли ты представить, что вот через несколько лет у тебя будет более полутора тысяч детей, которые занимаются, которые занимаются с огромным удовольствием, которые любят твоих тренеров и так далее. Это все-таки из области фантастики или ты понимал, что ты для этого идешь? Я знал, куда мы идем, к чему стремимся. По-любому знал, потому что, ну как, ну вот, есть, допустим, я не знаю, я мечтал большим теннисом играть, заниматься здесь. Если бы мне предложили пойти туда или пойти там к Федереру, к Нодалью, еще куда бы я пошел. Ну, типа, у них знания. Ну, понятно. Я, блин, конечно. И я знал, что люди пойдут, им будет интересно мои знания, мое видение. Все для людей. Я хочу, чтобы, когда от нас человек выходил, он был так же со знаниями в голове, чтобы он отличался от других. Не просто играл в эту игру, а понимал, что он делает, что он правильные действия делает. Хочется передавать свой опыт так же детям. Ну, в будущем много и спортшколы, и развития, и популяризация нашего вида спорта, и хочется в каждом регионе по площадке открыть. Потому что, ну, как, мы вот зайдем в любой двор, что мы видим? Баскетбольное кольцо, футболь, волейбол, хотя бы просто без песка. Вот в каждом регионе открыть по брендированной площадке тем красивым. как минимум приезжать туда раз в год делать какое-нибудь турне с мастер-классами. Да это уже привлечет людей. Это уже будут люди знать, что вау, есть такой вид спорта. Это уже круто. Мы сделаем это, чтобы они и хотели. Потому что у многих другая сторона. За медалью, пляжный волейбол, кайфуешь, играешь, получаешь деньги, пиноколада, солнышко. Все круто. А другая часть медали давайте. Сколько я времени трачу? Не вижу, как стареет моя мама. Не вижу, как растет мой ребенок. Лечение постоянное. Спортсмен, у которого ничего не болит, но он умер. Это не спортсмен. Не бывает. Постоянные травмы восстановления. И плюс мой русский народ. Да? Русский народ. Он будет идти до конца, чтобы у него не происходило. Европеец, вот он, у него что-то там потянуло, он, о, все, снимаемся, там 2-3 турнира. Пропустим, полечимся. Сорвал спину на чемпионате мира. Уколчик погнали. В чемпионате мира в Вене после канадцев. А мне четвертьфинал с американцами, с Филом Долхаузером играть. Я просто до номера элли дошел, и я понимаю, что я не могу снять шортики, пойти в душ помыть. Все, ночь там надо мной шаманили, растяжки, уколы, затейпировали. Так, более-менее. Хоп, пошли, Фила выиграли 2-0. Нормально. Во время игры с Филом ты не чувствуешь от укола ничего. Сломал палец при столкновении на ноге. Все хорошо, поехали дальше, и бронзу еще выиграли. Это русский человек, который будет переть до конца. И что такое травма? Я думаю, что все, что ты сказал, знаю тебя, это 100% сбыть, отреческать, большое спасибо за это интервью. Друзья, это был Вячеслав Красильников, человек, из-за которого, я не боюсь словами так скажу, из-за которого, возможно, скорее всего, точно, вы любите пляжный волейбол. Слава пообещал нам, что мы разыграем футболку от его команды, от его школы Тим Красильников, как все в нашем телеграм-канале, разыграем, а от вас лайк, комментарий, мы все это любим. Это был проект Лица волейбола, программа, которая делает нашу любимую игру все более популярной и открытой. Увидимся. Пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok